На сцене античного амфитеатра «Арена Деверона» прошли премьерные показы новой версии балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Датский постановщик Йохан Коборг переосмыслил классический балет, сделав его более интересным для современного зрителя. В спектакле приняли участие 26 ведущих артистов из 10 стран. А за главные партии исполнили румынская балерина Алина Жухару и российский танцовщик Сергей Полунин. Он же выступил инициатором проекта. И сегодня Сергей Полунин в нашей студии. Сергей, роль «Ромео» вы исполнили впервые. Не было сомнений? Ну, подросток все-таки. Сомнения были. Не думал, что я когда-либо станцую «Ромео». Мне не было интереса к этому персонажу. Почему? Ну, потому что какая-то слащавость присутствовала, романтизм, и это мне не было близко. И я думал, я никогда не исполню эту роль. Но пересмотрел свое решение и по-другому решил подать сам персонаж. Каким получился «Ромео»? Прокофьево музыка, она не может не трогать, и эта тонкость, она все равно вызывает слезу, да и романтизм. Но также там было много страсти. И главное, наверное, эти отношения – это любовь с Джульетой, с Алиной Кожухару. Но балет был подан по-другому. Был подан более быстро, более… Страстно. Страстно, интересно. Мы сделали это все одним актом. Это было час двадцать, час двадцать пять, и подача была быстрая. И было смотреть интересно. То есть одним вздохом, одним… На одном дыхании. На одном дыхании, да. Вы так немножко с презрением сказали, слащавость такая. И совершенно противоположный персонаж – это Распутин. Вам интересны именно темные стороны характера? Как артист, ты должен, мне кажется, углубляться в обе стороны, потому что ты будешь неполноценным. Мы – это то, что живет между лавой центра Земли и Вселенной. Если ты тянешься к Богу, к свету, это один диапазон. Но если ты тянешься вниз, в темноту, в пустоту, то ты тоже интересен, но в другом амплуа. Поэтому артист должен, мне кажется, знать эти все стороны. Вы не раз говорили, что ваша главная задача – показать зрителю, в каком направлении должен развиваться балет. В каком? Это ощущение времени сегодняшнего. Это для зрителя, который живет сегодня. Что ему нравится, какая скорость подачи информации. Я тоже думал, я привык, что дана эмоция, и эта эмоция длится 20-30 минут. А здесь каждая эмоция менялась каждые 3-4 минуты. Свет менялся, декорации. Даже сам кардебалет менялся в характере. То есть по ходу действия у них было 3-4 задачи, 3-4 разных роли в одних и тех же, в принципе, костюмах. Только прически менялись. Поэтому совершенно другая подача, но она работает. Я уже не хочу приходить в театр и три акта. Там сидеть – это уже слишком. Это уже не то время. Хочу прийти, получить эту эмоцию и с этой эмоцией уже продолжить свой день или вечер. Ваш спектакль «Сатори». Этот японский термин обозначает внезапное пробуждение. Оно в вас тоже произошло, это пробуждение? Мне кажется, оно не полное, но у меня есть маленькие вспышки этого. Для пробуждения, наверное, полное надо дойти всю жизнь. Я стремлюсь все-таки к свету, к чему-то хорошему. Но у меня есть эти моменты в жизни, и они отображены в «Сатори», в этом балете. Путь человека, путь каждого человека, в принципе. Это такие важные события в жизни. Я их, конечно, запоминаю. Иногда забываю. Приходится вспоминать. Поэтому это важно. И мы живем, да. Это живущий организм, живущая энергия. Никакой момент не повторяется в жизни. Ни одни эмоции, ни одни зрители не воспринимают так же самое. То есть он придет сегодня так, почувствует завтра так. В зависимости, что происходит в его собственной жизни. Не получаешь ту же эмоцию. Не повторяется. В Академии хореографии. Ваше первое впечатление. Помните свой первый приезд в Академию? Когда вокруг вот эти вот малявки, они смотрят на вас просто как на Бога. Это первый раз, когда я понял, зачем это на самом деле. Когда видишь талантливых детей, а там они уже маленькие танцовщики. И такое удивление. И понимаешь, зачем ты это делаешь. Как будут проходить занятия? Вот приезжает Сергей Павловин в Академию. И что происходит в этот момент, в этот день? Опять же, разные. Каждый месяц, каждую неделю разные задачи. Я могу и уроки давать, я могу и стратегии выстраивать. Я могу приглашать разных интересных учителей, артистов с ними работать. Я хочу параллельную систему выстроить, конкурентоспособную, существующую уже существующим театром. Потому что нет альтернативы у классических танцовщиков. То есть или театр, или сложное существование вне театра. Я хочу им дать возможность конкурировать. И таким образом и театры поднимут свой уровень. И у танцовщиков будет выбор. Я видел много программ телевизионных, где вы танцевали в студии. Но никогда этого не происходило в студии информационной. Преподайте урок. Что мне микрофон? Можно оставить. Да. Можно оставить встать. Давайте оставим микрофон. Нет, пусть он будет. Пожалуйста, урок. Вы можете сделать просто пассажир. Можно я встану за вами, чтобы понимать, как это делается. Так. Ну, практически. Спасибо большое, Сергей. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»